Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Нужно ли сдержать обещание, если я обещал знакомому человеку в соцсети больше его не беспокоить? Понимаю, что вопрос немного странный и очевидный, но хотел бы услышать мнение специалиста. Вы знаете, мое мнение по этому вопросу будет, наверное, весьма непопулярное и, я бы сказал, может быть даже специфично. Я думаю, что обещание это некий такой способ, на мой взгляд, кристаллизировать определенную, скажем так, позицию человека. Вот. И так же я думаю, что ни одно обещание не проходит проверку временем. Я думаю, что любое обещание, оно, что называется, теряет свою актуальность. И я думаю, что в определенный момент человеку не хочется больше поддерживать это обещание. Потому что поменялись приоритеты, поменялись цели, поменялись задачи, ценности могли поменяться тоже. И что происходит с человеком, который продолжает выполнять такого рода обещания. Вот что с ним происходит? Да? Вот. Насколько такому человеку вообще хорошо? Ну вот, на мой взгляд, такому человеку не хорошо совсем. Вот. На мой взгляд, такому человеку плохо. На мой взгляд, такой человек несчастлив. На мой взгляд, такой человек страдает. И исходя из этого, вот, собственно, возникает вопрос, зачем такие обещания, когда человек уже не хочет их выполнять, когда человеку становится актуально и ценно что-то другое, да, вы можете сравнить, вы можете сравнить свои ощущения, когда вы давали обещание и что происходило или происходит с вашим обещанием, когда вы вот сейчас спрашиваете о том, нужно ли сдерживать. То есть очевидно, что что-то поменялось, очевидно, очевидно, что изменился настрой, очевидно, что изменились приоритеты, потребности ваши появились новые. То есть у вас появились новые потребности. Эти потребности больше, ну, наверное, не укладываются вот в это обещание, понимаете? Какая штука. Вот. И вот это является ключевым моментом, что обещание не позволяет человеку быть гибким, игнорирует какие-то изменения, которые происходят. Да, другой вопрос, если вы, например, изначально знали, что даете обещание, не сдерживаете его. Это немножко другая история, здесь больше вопрос касается морали, к морали мы сейчас обращаться не будем. Психологи не занимаются морализатором. Вот. Я думаю, что тот факт, что вы сами уже задали вот такой вопрос. Дан тот факт, что вы сами спрашиваете вот о том, нужно ли сдерживать обещание. Вот. На мой взгляд свидетельствует о том, что больше сдерживать вы его не хотите. Вот. И вам нужно для себя увидеть вот, если вы будете продолжать, если вы будете продолжать пытаться сдерживать вот свое обещание. Вот. А что будет происходить? Ну, просто вот, что будет, если вы будете продолжать его парад сдерживать? Да, сдерживать обещание. Что будет с вами? Вот. Как вы будете себя чувствовать? Вот. Хорошо ли вам будет? Ну, приятно ли вам будет? Понимаете? Это очень важный момент. На мой взгляд, нет. Вам будет неприятно. Вам будет тяжело. Но, с другой стороны, так же. Я думаю, что решать вам. Потому что, ну, вы можете просто сказать, что я хочу обещать, я хочу продолжать сдерживать свое обещание, да? Вот. Как-то так. Как-то так. С точки зрения, с точки зрения вот именно, что называется, психологического, да, комфорта, с точки зрения вот этой истории, я думаю, что обещание, это не тот пункт, который может сделать вашу жизнь легче. Я бы вообще, на самом деле, не продавал бы такого большого значения обещание, потому что все может поменяться. Я думаю, что то, что у нас есть, это вот некое такое желание, некий такой импульс, который присутствует в какой-то момент времени. То есть, вот, например, можно сказать, что, допустим, сейчас, вот прямо сейчас, я не хочу тебя беспокоить, вот. Вот. Прямо сейчас я не хочу этого делать. Прямо сейчас мне это не интересно, например. Вот. Понимаете? А что будет завтра? Я не знаю. Да. Легче. Безусловно. Легче. Задать обещание людям, которые для нас имеют значение. Да? Вот. То есть, если мы вот в этом... в смысле даем обещание тем, кто для нас имеет малое значение, небольшое значение. Конечно, от такого обещания отказаться легче. Проще. Стимула меньше. Стимула меньше. Вот. И, на мой взгляд, это тоже нормально. Абсолютно. Вот. Поэтому я не думаю, что вы делаете, что... такое, да? А вот, ну, как-то вот, не желаю больше сдерживать обещание, которое вы дали. Потому что, ну да, вас могут обвинить, конечно. Это правда. Вот. А вас могут обвинить и могут сказать, что вот, вы не сдержали обещание. Вот. И так далее. Но это больше морализаторство на самом деле. И если вас даже обвиняют и сказать, что вот, вы не сдержали обещание. Вот. То... Правда заключается в том, что вы его не сдержали только потому, что вам этого не хотелось больше. Ну вот. Я думаю, как-то так. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за... обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать на собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью. Вам она пригодится.